Всем снова здравствуйте! Мы продолжаем осматривать штаб Экзогени, на который напали геты, и пытаемся выяснить, что уже здесь вообще им нужно. Ну и плюс попутно нам бы найти дочку ученого, потому что она нас там очень-очень об этом попросила. Ну и, наверное, было бы неплохо еще скачать данные, о которых нас просил чувак, потому что это принесет нам денег. Может... О, интересно, тут можно спуститься? Здесь явно что-то... Мы не пробьем это поле. Нужно найти другой вход. Я, честно говоря, раздражают помехи. При том, что у нас... Что здесь можно только спуститься, капитан. А, мы отчаянные. Мы уже спрыгнули, и тут такой чувак. Обрат, не вернешься. Окинул, и ладно. Оу. Вот черт! Ой. Извините. Я думала, это гетто или варены. Теперь вы в безопасности. Ну, что вы здесь делаете? Ох, я сама виновата. Все побежали, а я осталась сохранять данные. А потом корабль геттов открылся, и они хлынули оттуда. Я оказалась в ловушке. Я пыталась выбраться, но путь был блокирован. Мы уходим отсюда, как только узнаем, что задумали гетты. Гетты – это полбеды. Они установили энергетическое поле. Они не хотят, чтобы кто-то добрался до... Я пришел сюда разобраться с геттами. Мне важно знать их цели. Я точно не знаю, но думаю, они здесь из-за Трианина. Что еще за хрен? Это местная форма жизни. Экзогений занималась ее изучением. Что еще вы мне скажете? Вы знаете, где искать этого Трианина? Полагаю, да, но... Туда не добраться, пока всюду шныряют гетты. Послушайте, нам нужно выбраться отсюда. Пройти через это поле. Вы знаете, как его отключить? Не уверена. Но думаю, его подпитывают с корабля геттов. Я заметила, что гетты везде прокладывают кабели. Можно пойти по этим кабелям, но... Это довольно опасно. Хорошо, я разберусь. Оставайтесь здесь, пока не будет отключено поле. Разумеется. Я спрячусь и не буду высовываться, пока не отключится поле. Вот, возьмите мою карточку. С ней вы откроете любую дверь. Удачи вам. Как мы вовремя достали пистолетик посмотреть. Видите, тут уже к нам подбегают несколько варонов. А, подбегают. Тут к нам уже подбежали несколько варонов. Которых, правда, Шепард просто одним мастерским скиллом смог раскидать. Фу, и новый уровень. Как это приятно, чертуде. Ну, правда. Есть кто? Гарусу досталось. Бедный Гарус. Надо ему какую-то броньку найти вообще более адекватную. А, модулятор щита, кстати, есть следующий. Возможно, Гарусу это поможет. У него модулятор щита 5 будет 6. Ну, там небольшая разница, но все-таки. А вот что у нас с винтовками-то? Ничего. Блин, вот так всегда. То они на каждом шагу, то нифига. Такие. Такие мы с вами качаем сингулярность. И не, я хочу бросок докачать. Уже до подъема осталось совсем чуть-чуть. И тогда на следующем уровне мы с вами сможем еще и подъем все взять. Соответственно, у нас будут гораздо больше скиллов, которые противник целиком и полностью обезоруживают, как я представляю. То есть, Стасис, все здорово, но беда в том, что у нас люди будут иммунны к урону. Ну, в смысле, люди противники или наши, если мы наших поставим Стасис. И, соответственно, мы так многого не добьемся. Здесь, я так полагаю, выход? А здесь, я так полагаю, в общем, наверное, нам суда. Бедный Гарус, чё ж он такой хлипкий? Ну, будем держать его максимально здоровым. Виртуал. Дай доступ к зашифрованным файлам. Нет. Дал сам мне твой идиотский протокол. Не могу выполнить запрос. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику. Чёртова машина! Быстро отвечай мне, или я разнесу твою виртуальную задницу на куски. Пожалуйста, обратитесь к вашему начальнику для получения четвёртого уровня допуска, либо сообщите... Виртуал не доделанный. В противном случае отойдите. За вами образовалась очередь желающих получить доступ к консоли. Отлично. Хочется кого-нибудь убить. О! Как мы вовремя кинули нам щит. И как этот гад не вовремя нас сбил. Держи, друг. Ща. Приятная зарисовка. Корпорация Экзогени напоминает всем членам персонала, что пользоваться оружием на частной территории корпорации строго запрещено. Добрый день, младший научный сотрудник Элизабет Бейнам. Чем могу помочь вам? С чего ты взял, что я Элизабет? Ваша карта идентифицирует вас как Элизабет Бейнам. Вам что-нибудь нужно, доктор Бейнам? Какую информацию запрашивал последний пользователь? Сбор данных. Предыдущий пользователь попытался получить доступ к материалам по виду 37 под названием Торианин. Сообщи мне все, что сообщил Крогану. Мне не удалось предоставить предыдущему пользователю необходимую информацию. Он не имел необходимого допуска, к тому же новых сведений о виде 37 не поступало. Все датчики и мониторы на наблюдательном посту в Надежде Джу вышли из строя несколько циклов назад. Какая связь между Надеждой Джу и Торианином? Вид 37 расположен в подземных сооружениях под Надеждой Джу. Расскажи мне все, что ты знаешь о Торианине. Торианин – это простая форма жизни. Растение, которое демонстрирует нехарактерные для других видов флоры свойства. Оно распространяет споры, которые могут проникнуть в дыхательные пути других организмов, включая людей. В дальнейшем он начинает их контролировать. Контрольная группа из Надежды Джу продемонстрировала интересные результаты. До отключения датчиков заражению подверглось почти 85% испытуемых. Ты говоришь, что в Экзогене знали о том, что люди заражены? Это было необходимо для определения возможностей вида 37. Теперь понятно, почему они вели себя как уроды. Вы должны связаться с Джокером. Джокер, вызываю Джокера. Черт, поле блокирует сигнал. Нужно отключить поле и вернуться в надежду Джу. Ваи, расскажи, что ты знаешь о корабле Гетов и о поле, которое он генерирует? У меня ограниченные данные по Гетам. Они заблокировали все датчики внутри здания. Я зарегистрировал необычные флуктуации энергии, но не могу определить ее источник. Нам нужно найти этот корабль. Выдвигаемся. Перехожу в режим ожидания. Здесь прям саундтрек как в фэллауте. Почувствовали, да? А мы здесь можем присесть? И не можем. Ну, то есть присесть там мы можем, а вот пройти при этом нам не дадут. Жаль. Че, новый замес? Судя по всему, эти опоры крепят корабль к стене здания. Не слишком-то аккуратно одеты паркуются. Как отключить питание, если оно поступает с корабля? Как бы их расхреначить? Давайте проверим остальные. Уж где-нибудь эти уроды облажались. Ну, мы тем временем, конечно, что-нибудь стырим из ящика просто. Во, штурмовая винтовочка новая. Отлично. Давайте начнем с этого. Гарус. Даже с точностью 1, она все равно заметно лучше, чем то, что у него было. Ну, и, наверное, ей можно поставить тоже боевый скан. А стабилизатор стрельбы тоже отлично. Так, и... Полуниевые патроны. Ммм. Проникновение щитов на минус урон. А, вот это интересно. Так, шотгана пока нет. Жаль. Ладно, где-нибудь они-то налажали. Эй. Здесь очень спокойно. Как думаете, неужели где-то использовали это помещение в качестве храма? А вот на то мне покласть. Покласть я хотел на детские обычаи. И... Где-то же они должны были облажаться. А. Вот сюда. Я что-то пропустил этот момент. Конечно, монтируют они так себе. Ой. Обугленные люди. Так. Шах. Вот, хотим. Хотя... Мы неплохо справляемся все-таки. Хе-хе. Что-то новое нашли, кстати. Вольфрамовый патрон. Разрывные патроны. Плоды. Так. Эту штуку не задушишь, не убьешь, я так понимаю. Здесь нам подняться не дадут. Ага. Я вижу впереди на карте крестик. Это, наверное, неспроста. Да? Ну, сейчас будет перестрелка, естественно. Ага. А как вылезти из укрытия-то? О! Отлично. Блин, кроганы, это, кстати, посерьезнее вообще беда. О! И Гарусу снова достается. Почему Гаруса так легко сносят, я вот ума не приложу. Вообще, лучше их оживлять, наверное, сейчас. А! Ну, твари! Фух. Слушайте, Рексу... Теперь Рексу досталось. Что ж ты будешь делать? Кроганы, конечно, адские воины. Просто адские. Фак. Фак. Ну. Сдохни, тварь. Сдохни. Так. А там кто-то еще есть, да? И мы с вами потратили вообще все. Ладно. Инженер. Не инженер. В принципе, если мы точность стрельбы увеличиваем. Во. Чуваки, добро пожаловать обратно. Ай. Я не то хотел сделать. Ой, я хотел вас подлечить. Надеюсь, моя Грена сейчас по нам не долбанет. Не исключено. Смотрите-ка, ну здесь... А! Вот мы и нашли. Консоль. Дальше. Серверный узел. И запертый ящик. Блин, вот эта музыка, конечно. Прям фэллаут 1, фэллаутом 1. О, дробовичок. Вот это отлично. Так, товарищ. Гарус, держи. О. Ну, ничего себе. Кстати, это может быть и урн до туда. Очень даже зайдет. Давайте, наверное, ему, потому что он чаще с нами. А Гарусу... У него по остаточному принципу, конечно. Но все равно тоже хороший дробаш. И мы туда поставим боевой сканер, получается. И сюда поставим разрывные патруны. У-у-у. Вот это хорошо. Так. Теперь нам надо как-то дальше идти. Уф. Что-то мне становится ссыкотно, если честно. Потому что здесь такие уже нормальные столкновения. Что-то мы там нажали. Соответственно, где-то проход открылся. Нифига не понимаю. Нет. Так, а здесь? Блин, мы могли что-то пропустить. Давайте нафиг уберем фиста. А-а-а. А-а. А вот здесь мы, кажется, не были. Да? Да, здесь мы точно не были. Ну что, ребят. Потихоньку, помаленьку продвигаемся. Посмотрим, что у нас тут находится. А-а. Просто ящик, а нет. Там еще целая дорога. Ай. Блин, я же почти успел. Ладно. И... Практически. Ну, что делать? Кстати, тяжелая броня на Крогана. А он у нас может носить тяжелую броню? Средняя броня натарианца, легкая броня. Да, это не то. Тяжелая броня Кроган. А-а. Ну, в принципе, она клевая. Давайте ее переставим. А-а. Может, есть что-нибудь с биотической защитой? Ммм. Вот это, кстати, тоже прикольно. Да. Давайте это экипируем. И аккуратненько будем идти дальше. Аккуратненько, я сказал. То есть мы можем высовываться, что-нибудь кидать. И уходить обратно. Как кидать гранату? Оф. Чуваки, конечно, воллхакеры те еще. Ну. Блин. Мне кажется, в своих попадаю больше, чем во врагов. А, не. Во. Наконец-то. Кого-то мы, кажется, там свалили. Как бы то ни было. Но, честно говоря, музыка очень странная. Оф. Во. Ну и гетты тоже, когда они выходят из-за укрытия, долго они не живут. Оф. Так. Эй. Все хорошо? Все не очень хорошо. И мы еще видим где-то на сканерах врагов. Хм. Терминал экзогения. О. Тестовые образцы должны были прибыть еще три дня назад. Но ни от колонии, ни от грузового корабля никаких известий не было. Мы подозреваем, что образцы стали неуправляемы. Поэтому рекомендуем прекратить какие-либо контакты с колонией на додактрусе. Ух. В случае, если ее найдут, ничто не должно указывать на нас. Немножко внутренней информации. Возможно, побочный квест. Но побочные квесты мы любим. Это пора такая же. Нам нужно продолжать поиски. Хорош. Это только начало, что ли? Ой. Ой. Там разрушитель тем временем. А. Хм. Ну. Оп. Перегрелись. Ну, благо, наши ребятушки тоже сильно помогают. Эй. Вот какие-то разрушители надо любыми способами просто останавливать. Потому что один выстрел метки ракеты может резко прекратить существование всей нашей бодрой пакеты. Похоже на какую-то изоляционную лабораторию, капитан. Я, конечно, не спец. Но, по-моему, надо отсоединить хотя бы одну опору. Ну, опору-то мы отсоединим. Но хочется еще разжиться всем. О, снайперка, кстати. Эм. Это тоже возьмем. Гарусу мы же хотели дать снайперку. Мм. О. Вот это, мне кажется, интереснее. У него урона меньше. А. Оно зато... О, еще стабилизатор. И протонные... Фу. Да. Давайте вот эти вот поставим. Он у нас будет пробивателем щитов, который будет уничтожать врагов. Терминал гетов. Ха. Блин, а мы не можем его дешифровать, да? Жалко. Жалко, жалко, жалко. Ладно, серверный узел. Попробуем тут. Личный журнал доктора Гаморла. Я не доверяю группе Цербер. Они хорошо нам платят, но если это выйдет из-под контроля для того, как мы разработаем противоядие, это будет просто глупо. Вряд ли они скажут нам, для чего им нужны образцы, и почему они хотели их отправить в систему Матана. По моим данным, там нет ничего интересного. Хм. Мы нашли записку для ремонтника, прикрепленную к консоли. Чёртова дверь в ангар снова накрылась. Отлично работает при давлении 30 атмосфер. При 34 срабатывает аварийное отключение. Но если давление находится в пределах 31-34, дверь захлопывается с такой силой, что можно резать стальные балки. Починить её, пока кому-нибудь из моих ребят не отрезал руку. А-а-а. Типа мы сейчас мини-игрой будем играть. Ага, давление в норме. Так. Ха. То есть нам надо с вами подобрать количество атмосфер, которое нужно для того, чтобы это всё накрылось медным тазом. Блин. Понятно, 7 атмосфер. Так, а сколько у нас есть? Какие у нас варианты? Давайте так. 13, 11 и 7. О! То, что надо. Ха-ха-ха. Неужто мы победили корабль Геттер? Судя по реакции Шепарда, это была не самая лучшая идея. О-о-о-о. Превосходно, капитан. Поле сейчас отключится. Теперь нам надо разобраться с Торианином. О, отработка по мне. Сначала Геттов покрошили, теперь землетрясение устроили. Не теряйте бдительности. Внутри базы могут находиться ещё Гетты. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, приём. Капитан, не пугайте меня, отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Долбят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомбики. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. С минуты на минуту сюда заявятся Гетты. Держимся вместе и выходим одной командой. Лады. Только я вот забыл, где было это самое поле. Надеюсь, что игра нас к нему как-то подведёт. Стоп. А здесь никакого прохода нет, да? Тут же вот есть такой... Куда-то выход. А просто шкафчик. Ну, знаете как, просто шкафчик. А в деле спасения галактики... Оу, фак. Во. А в деле спасения галактики пригодится всё. Правда, денег у нас реально... Просто какое-то инфернальное количество. Ну, не то чтобы я этим сильно расстроен. Мы просто... Я банально не знаю, где можно купить что-нибудь клёвое. Вот это, конечно, немножко напрягает. То есть, деньги-то есть. А вот на что, как и где их тратить, вообще непонятно. Так. Я надеюсь, я иду правильной дорогой. Но судя по тому, что вот этот ящик был уже обсмотрен... А, вполне возможно, что да. Кажется, вот здесь, да? Внизу там всё заблокировано, да. Во. И вот здесь было поле. Ну, что нам надо... Вот и вы. Нужно уходить отсюда. Здесь небезопасно. Мне нужно кое-что узнать. По-моему, вам известно больше о Тарианине. Я... Я боялась. Я хотела помешать исследованиям, но... Но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда геты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в Министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Тарианина. Но питание отключилось. Я... Я не хотела этого. Вы сделали, что смогли. Я помогу вам, если вы скажете, где Тарианин. Тарианин под надеждой Джу. Но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем, как раз перед нападением гетов. Но почему геты ищут Тарианина? Зачем он Сарену? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры гетов. Похоже, они направляются в вашу сторону. Спасибо за предупреждение, Джокер. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Трогательно. Ну, допустим. А, здесь мы начали наши приключения как раз-таки. И, ну, судя по всему, нам надо садиться в машину, ехать обратно, отдать девчулю, сдать квесты и возвращаться в колонию. Ну, вся жара, видимо, происходит уже там. Ох. Но дорога, наверное, будет не самой приятной. Эй, эй, эй. Машинка, ты что делаешь? Ничего не машинка. Блин. А то сейчас задним ходом поедем. О, нормально. Во, уже такой лоурайдер нормальный. А тут нас уже ждут наши друзья Гетто, да? Было бы, кстати, прикольно. Ну, так, относительно. Если бы были скиллы, которые бы улучшали наши автомобильчики. Ну, то есть, понятно, что мы им пользуемся не так часто. Но в целом, да и, наверное, в них бы никто не вкладывался. Потому что автомобиль у нас реально клевый. Кстати, там новый уровень у нас. Оп. Так. Ну, подъем. Ребятушки, подъем. Отлично. Кажется, у нас есть все, кроме стазиса. Стазиса. Ну, в любом случае, я небольшой фанат таких штук. Ай, я хотел уже на панельку нам поставить скиллы. Вместо этого машинку в воздух подбросили. Хм. Это реальные враги или то, что у нас осталось с прошлого раза здесь? Кажется, то, что осталось с прошлого раза. Хотя... Ну, да. Просто я никого враждебного не вижу. Может, они где-то от стены провалили? Но не похоже. Хотя... Даже стрельба слышна. И тишина. Только пепел этот мутно летает. Конечно, нагнетается атмосфера. Кажется, напали на вот тех чуваков, которые здесь были. Теперь нам надо их спасать. А, стоп, мы же на машине можем туда проехать, нет? Кажется, можем. Давайте просто по максимуму попытаемся на тачке проехать. Потому что к пешочкам мне как-то ссыкот на них лучше. Это Джулиана Бейдова в салоне Эферс. Пожалуйста, помогите нам. Это моя мама. Остановите! Остановите машину! Ну и куда ты? Решила поиграть в героя, да? Вот тебе делать нефиг. Мне нравится, что Шепард просто бегает, как такой этот фитнесовый чувак. Так, ну и что у них тут? Ты не сделаешь этого, Джонг. С чем заткнуться? Дайте подумать! Что происходит? Тебе это с рук не сойдет. Уберите ее отсюда! Отойди от нее, сукин сын! Элизабет! Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард! Так и знал, что не стоит надеяться на то, что геты вас прикончат. В базе данных экзогении я обнаружил интересные сведения о вас. Я знаю, что случилось на Акузе. Это не должно повториться здесь. Можно договориться. Никто не должен пострадать. Вы не понимаете. Все не так просто. Связь восстановлена. Экзогений хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Значит, вам нужен Торианин. Уникальное существо Ферреса. О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джу. Существо овладело разумом местных поселенцев. В экзогении знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите. Но никто не хватится пары другой колонистов. Вы осознаете, какой потенциал у этой колонии? Подумайте о рекламных возможностях. Возможностей? О чем, черт побери, вы говорите? Колонисты на Дикой Планете пережили нападение инопланетян. Ваша кампания станет популярна. Хм, и правда. Вряд ли защитник человечества может разориться. Меня бесит, что вы сорвете очередной куш. Но если это вернет нас к нормальной жизни, я не против. План может сработать. Погодите, но как быть зараженными колонистами? Нет, нет. Они должны исчезнуть. Боже правый, но нельзя же убивать колонистов. Это не их вина. Если вы убьете Тарианина, это остановит инфекцию. Может быть. Попытаться стоит. Но не уверен, что удастся избежать жертв среди колонистов. Должен быть иной способ. Может и есть. Перед тем, как уходить, подойдите ко мне, дорогой капитан. Главное, удостоверьтесь в том, что не осталось никаких улик. Ну как, вам удалось найти мое рабочее место в развалинах? Мне удалось найти данные и перенести их на ваш ОНД. Это очень хорошие новости. Спасибо большущее. Я все равно был там. Не стоит благодарности. Ну, еще раз благодарю, капитан. Вы честно заработали эти деньги. Ну, спасибо еще раз, капитан. А нормально он заплатил. Что ж, что нам скажет тетечка? Я рада, что вы поможете нам, дорогой капитан. Думаю, можно будет избежать потерь среди колонистов. Я слушаю. Думаю, с помощью нервно-паралитического газа можно обезвредить колонистов. Можно использовать газовые гранаты. Выпускать клубы нервно-паралитического газа не очень хорошая идея. Этот газ не является оружием. В лабораториях мы использовали инсектицид, который содержит тетрахлопин, ингибитор нервно-мышечной деятельности. Если их нервная система уже ослаблена, то он может воздействовать на них как паралитический реагент. Я бы вставил капсулу в оглушающую гранату. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Ага. С противотарианским газом. Мы останемся здесь, пока вы не расчитите дорогу. Что ж, давайте использовать. Так. Протиотарианский газ. Я так полагаю, что следующий эпизод у нас будет о том, что мы попытаемся там всех спасти, не убив ни одного колониста. По крайней мере, в идеале. Но потому что у нас есть какой-то ограниченный набор гранат и есть какой-то набор свихнувшихся чуваков. Ну, и при этом я смотрю на время и понимаю, что, наверное, время этого эпизода у нас уже подошло к концу. Поэтому спасибо Андрею Фиолетову и Максиму Воваеву за то, что они продолжают поддерживать наш канал на Патрине. Ну, и огромное спасибо всем вам, ребята. В общем-то, в следующий раз отправимся вот в эту штуку. Я забыл плохое память на имена и название. Говорил это еще раз. Но в любом случае, разберемся, что же там. И попробуем убить это существо, чтобы оно никого не контролировало. А на этом все. Всем удачи. Счастливо. Пока-пока. До встречи через пару дней.